Сегодня стали известны итоги ЕГЭ по математике. 100 бальников у нас нет. Максимальная оценка по республике 98. Но зато и двоечников меньше, чем в прошлом году. Единый госэкзамен на этот раз проходил жёстче. Школьников проверяли металлоискателями. Само тестирование шло под присмотром видеокамер. Помешало ли это желающим списать со шпаргалок и гаджетов? Ход проведения и результаты ЕГЭ сегодня обсуждали в Доме правительства. 21 нарушение зафиксировали на ЕГЭ в этом году. Антилидеры, Батревский район, там половина всех нарушений, и Чебоксары. Ребята умудрялись пронести в аудиторию шпаргалки и гаджеты. Причём неважно, воспользовались ими школьники или нет. Так случилось с одной из выпускниц. Девушка уже сдавала кимы, когда спрятанная шпаргалка неожиданно обнаружила себя. Наблюдатели были вынуждены составить акт. Наручители, которые попались, конечно, они лишили сами себя в течение года. Они не имеют права и перезадовать. И поскольку есть какие-то другие учебные заведения, можно сказать, что сами себя наказали. На ЕГЭ по русскому языку, в отличие от математики, стобальники у нас есть. Таких 37. Меньше в этом году и двоечников. Так что великие и могучие школьники республики, видимо, знают лучше, чем алгебру и геометрию. Если говорить о самых популярных предметах, то в топе сдаваемых общество знаний физико-биология. На совещании у главы республики сегодня, как никогда, много обсуждали молодежь. Вспомнили и о форуме ИВОГа. Он стартует 18 июня в Самарской области. Ребята будут не только отдыхать и учиться, но и бороться за гранты. Те, кто сумеют защитить свой проект, смогут получить от 100 до 300 тысяч рублей. Мы провели досрочные, заочные и очные этапы и выбрали 257 проектов по всем направлениям. Из них мы опять выбирали лучшие проекты, всем, чтобы в этом году качество проектов намного повыситься. В результате от Сева отобрали 90 проектов. Уже завтра ребята отправятся в путь. Глава республики потребовал от ответственных обратить особое внимание на водителей. Так оказия вышла с туриадой, которая проходила в Саратовской области. Водители нашей команды были пьяны, рассказал присутствовавшим Михаил Игнатьев. Ребята из Чувашии тогда, кстати, победили, но репутация республики оказалась подмочена. Нельзя допускать такого впредь, подчеркнул глава Чувашии. Надежда Давыдова, Игорь Ульянов, Вести Чебоксары.